Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня вместе с вами будем размышлять над Словом Божиим и над истинами, которые Бог полагает в наши сердца. Мне хотелось бы сегодня размышлять о том, что такое закон Христов, говорить о жизни человека, верующего человека, говорить о том, что есть в наших сердцах и каким образом мы сегодня следуем за Словом Божиим, поступаем по тому, как говорит Слово Божие, чего от нас хочет на самом деле Бог. Мне хотелось бы начать с одного местописания, достаточно важного, это послание апостола Павла Ефесской Церкви во 2 главе с 4 стиха апостол Павел пишет так. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Апостол Павел обращается к верующим Ефесской Церкви, но по сути своей он обращается и к нам с вами, обращается к каждому человеку, который может сегодня читать Библию, обращается к тем, для кого истина Божия, Слово Божие становится очень важным, и он говорит о том, что спасение в жизнь человека приходит через благодать Божию. То есть это тот самый незаслуженный дар, который никто не может заслужить, которого по сути своей никто не достоин. Это то, что Бог просто захотел сделать в наших жизнях, но апостол Павел говорит, что эта благодать, это спасение, оно приходит через веру, благодатью, через веру. Мы спасены, так говорит Слово Божие, и мы опираемся на это, что это дар, но этот дар не просто так. Иногда, знаете, возникает такое ощущение, что нам дарят какой-то подарок и, впрочем, не говорят для чего и как мы можем его использовать. То есть мы привыкли к тому, что когда нам делают какой-то дар, мы сами распоряжаемся им, пользоваться им или не пользоваться. Можем ли мы, каким образом пользоваться, можем ли мы его передарить кому-то. Понятно, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о вот этой благодатной жизни, которая нам передана Богом, мы говорим прежде всего, что мы не можем от этого дара просто так отказаться. Мы не можем им пользоваться так, как мы сами хотим. Слово Божие, в данном случае апостол Павел говорит о том, что у этого дара, который нам дарит Бог, есть определенное предназначение. И мы читаем здесь, во второй главе, в 10 стихом написано, что мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Судя по всему, изначальный план Божий был в том, чтобы те, кого сотворил Бог, они творили добрые дела. Бог предназначил исполнять нам добрые дела. Бог предназначил нам совершать то, что делает сам Господь. Но человечество, оно утратило эту способность во время грехопадения. Бог возвращает нас в свое присутствие. Бог дает нам возможность вновь стать тем творением, которое Бог изначально задумал, и у этого творения есть предназначение. Предназначение заключается в том, чтобы исполнять, творить добрые дела. И тем самым прославлять имя Божие. Мы смотрим в Слово Божие, и мы понимаем, что от того, какие мы, каким путем мы идем, что мы делаем в своей жизни, будет зависеть и то общество, в котором мы живем. Никогда не было достаточно разумно и правильно просто следовать правилам, которые установлены в обществе. Когда некоторые морально-этические установления, они просто устанавливались обществом, и люди должны были это принять, это всегда приводило к определенного рода лицемерию. Люди начинали в определенное время поступать так, как это не просто принято, а так, как требует общество. Но при этом считали, что, возможно, надо поступать по-другому. И когда ты на людях, ты один. А когда ты находишься один, ты совершенно другой. И в этом есть что-то неправильное. Но когда мы смотрим в Слово Божие, когда мы обращаемся к истине Божией, мы понимаем, что на самом деле все должно быть по-другому. Сначала мы имеем отношение с Богом и от Него получаем истину, истину, которая изменяет нашу жизнь, которая преображает лично человека и делает его совершенно другим. А потом эту истину мы несем в наши взаимоотношения с людьми. Впрочем, мы так и читаем в Писании, когда Христа спрашивают о том, какие самые главные заповеди, какую заповедь нужно исполнять. Он говорит, первая заповедь – это возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. И это первая и наибольшая заповедь. Но дальше он говорит, вторая, подобная ей. Это заповедь, которая ведет нас к людям. И он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом есть закон и пророки. Так написано в Слове Божьем. И когда мы это читаем, мы понимаем, что на самом деле то, как поступает человек, оно зависит не от того, какое общество. Оно зависит от его взаимоотношений с Богом. А то, какой он будет влиять на общество. И, наверное, в этом суть евангельской вести, суть жизни христианина. И, наверное, имея отношения с Богом, через свои близкие взаимоотношения с Богом, меняет то окружение, которое вокруг тебя, являя Божью любовь, являя Божью благодать. Но как это происходит в жизни человека, на какие, возможно, части мы можем разделить этот процесс, как нам иметь взаимоотношения с людьми и какие правила этих взаимоотношений, мы сегодня попробуем посмотреть Слово Божие и поговорить немного о том, каким образом нам поступать. Еще в одном послании, в своем первом послании фессалоникийцам, апостол Павел говорит одну очень важную мысль. Это 5 глава, 23 стих, написано так. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о том, что Бог что-то будет делать особенное в жизни человека, который обращается к нему, который ищет его лица, и он говорит так, что Бог будет освящать нас. Он говорит во всей полноте. И он использует вот эти вот категории, о которых иногда бывают люди спорят, и если какое-то разделение между телом, духом и душой, мы сегодня не об этом будем говорить, но просто здесь в этом месте написано, он говорит, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока. Апостол Павел говорит о том, что Божья полнота приходит в жизнь человека, и его физическая сфера, сфера его телесных взаимодействий, то есть его жизнь в этом мире, она может быть освящена Богом, и это очень важно. И он говорит о сфере невидимой, к которой он относит дух и душу, он говорит, что Бог и это изменит в нашей жизни, а сюда мы могли бы включить и наши эмоции, и наше сознание, и нашу волю. Бог меняет это все для того, чтобы мы могли следовать за Ним и могли жить среди людей и каким-то образом взаимодействовать с ними. И в этом есть определенный путь, в этом есть определенное благословение, когда мы доверяемся Богу. Но знаете, не все происходит с самого начала так радужно и красиво, как бы хотелось сразу, чтобы что-то произошло и раз, и наша жизнь, она полностью поменялась, мы стали совершенно другими людьми. Через веру, через Божью благодать мы обретаем спасение, и начинается процесс изменения каждого человека. И на человека может влиять его различные сферы. Если мы говорим о людях, которых можно было бы и Писание называет этих людей плотскими, надо сказать, что на жизни этих людей прежде всего влияет их желание. Желания плотские, они идут за желаниями плоти своей, они подчиняют по сути своей и дух, и душу свою вот этим плотским желаниям. Когда мы говорим о человеке душевном, это, наверное, больше человек эмоциональный, это человек, который подчиняется своим эмоциям. Он подчиняет и желания плотские свои эмоциям своим, и свою сознательно-волевую сферу он тоже подчиняет своим эмоциям. Вот как он чувствует? Я сейчас чувствую, что это хорошо, и значит, я буду делать это или идти за этим. Я чувствую, что, ну, как бы у меня не очень хорошие чувства, и поэтому мне этого не надо, говорят такие люди. Другая сторона, это сторона духовная, и от таких слов Божьих говорит, что это духовные люди, это то, что Бог хочет в нашей жизни. И знаете, у этих людей есть сознание и самосознание, то есть они понимают, кто они в Боге, кто они во Христе Иисусе, чего Бог от них хочет, и они подобным образом поступают. Это человек духовный, и он подчиняет свои плотские желания, он подчиняет свои эмоции, подчиняет воле, когда это необходимо. И знаете, эти примеры об этих людях мы можем найти в одной притче, которую рассказывает Христос. Мне вместе с вами ее хотелось бы прочитать, мы ее, впрочем, знаем, но думаю, что будет неплохим напоминанием для нас. В Евангелии от Луки, в 10 главе, с 30 стиха, написано следующее. На это сказал Иисус, ну, надо сказать, что Христа спросили, а кто на самом деле ближний? И на это Христос отвечает. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, перевез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же». Мы в этой истории видим разных людей. Разных людей, которые бы мы могли соотнести с теми категориями, о которых было сказано. С людьми плотскими, душевными или духовными. И, знаете, каждый из тех, кто представлен в эту историю, он так или иначе поступал. Потому что есть у него в сердце. Потому как он взаимодействует с другими людьми и чего он хочет получить от других людей. И первых, о которых мы читаем в этой истории, это люди, которые встретили вот этого человека на дороге. Это разбойники. Разбойники, которые поступают по собственным желаниям. Независимо от того, кто вокруг них. Они просто идут за вожделениями плоти, за вот этими плотскими желаниями, которые есть. Ну, чтобы что-то поесть, чтобы было комфортно. По сути своей, их поступки, их взаимоотношения с другими людьми, можно назвать такой фразой, как закон джунглей. То есть они поступают так, как было бы хорошо им самим. Независимо от того, что будет с другими людьми. Они не смотрят на жизнь другого человека. Будешь ли ты делать добро или зло другому человеку, это не важно. Важно то, что ты хочешь получить сам, чтобы восполнить свои нужды. Так поступают эти разбойники. Подобный пример мы можем найти в Евангелии от Луки, в 18 главе, с 4 стиха. Тоже в притче, которую рассказывает Христос про одного судью. И буквально этот судья говорит так. Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Если мы читаем эту историю, мы знаем, что Христос рассказывает притчу о судье, который ничего не боялся, никого не боялся. Но была вдова, у которой была проблема, и она хотела, чтобы судья принял правильное, справедливое решение. Но, судя по всему, этот судья не готов был принимать справедливые решения. Его решения, они зависели от того, что будет выгодно ему самому. Возможно, сколько ему заплатят денег, какие отношения он будет иметь. И он прямо и говорит, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Для него не было важно ничего, кроме его собственного комфорта, кроме его собственных желаний. Но так как эта вдова доставляла ему определенные неудобства, она выводила его из той зоны комфорта, в которой он привык жить. Возможно, когда он приходил на работу, и он должен был судить различные проблемы между людьми, правильно судить. Приходила эта вдова, и секретарь судьи говорил, там пришла вдова с той самой проблемой, которая есть у нее, и судья говорил, отправь ее, вопрос решен, и я не хочу с ней разговаривать. Во время обеда он, наверное, шел куда-то обедать, и опять появлялась эта вдова, и она не давала возможности этому судье просто жить спокойно. И вот когда ему уже стало совсем некомфортно, не потому что так поступать справедливо, не потому что здесь правда была за этой вдовой, а потому что этому судье было некомфортно больше так жить. Его желания, они не соответствовали той ситуации, которая сейчас происходит. Сутья говорит, я решу ее вопрос и защищу ее, чтобы она больше не докучала мне. Это такой яркий пример человека, который живет своими собственными желаниями, думает только о себе. Его, наверное, лозунг – это я, мое, мне. И, к сожалению, так многие люди сегодня живут в этом мире, идя просто за своими греховными желаниями, просто поступая по вожделениям плоти. Но знаете, человек, который приходит к Богу, он тоже еще может оставаться на этом уровне. И будучи частью церкви, находясь в Доме Божьем, человек еще может жить своими плотскими желаниями. Он может продолжать говорить «я», «моё», «мне». Он смотрит на себя, и он не думает о людях, которые окружают его. И, наверное, это самое начало христианской жизни, когда ты только начинаешь познавать истину, но она еще не изменила жизнь человека. Конечно, очень плохо, когда в Доме Божьем, в Церкви Божьей таких людей больше всего. Они начинают влиять на все отношения, которые есть в Доме Божьем. Там превалируют вот такие понятия, как «а что будет комфортно мне?», какие люди говорят «в церкви мало любви». Люди начинают обращать на то, что они чувствуют или не чувствуют, что для них будет полезно или не полезно. Но Писание говорит о том, что Дух Божий, наполняя сердце человека, он начинает менять его, и мы идем дальше. И в той истории про человека, который попался разбойником, следующий, кто встречает его на своем пути, является священник или левит. Конечно, удивительно, Христос приводит в пример людей, которые должны бы были иметь духовное понимание, людей, которые должны были поступать по-другому. Но они поступили так, как они поступили. Но мы не будем оценивать саму притчу и их поступок. Мы просто посмотрим на то, почему люди так поступили. Мы посмотрим на то, какие они были. И они похожи на людей, которые поступают, находятся вот на этом душевном, эмоциональном уровне. Но прежде всего надо сказать, что это не просто душевно-эмоциональный уровень. Это уровень, когда люди говорят о том, что я не буду делать ничего другим людям, чего бы не хотел, чтобы делали мне. Это люди, которые идут за своими эмоциями. И идет священник, и написано, вот по случаю он был на этой дороге. По какому случаю, мы не знаем. Возможно, он шел в Иерусалим для служения, и ему нельзя было прикасаться к подобному человеку. Определенно, они могли, наверное, увидеть, что с этим человеком какая-то проблема со стороны. Но давайте вспомним, как люди обычно в нашем мире поступают, когда видят людей, лежащих на улице. Мы можем подумать, сразу выносим какое-то решение, можем подумать, этот человек пьяный. И мало кто подойдет, чтобы узнать, а что на самом деле с человеком. Мы не хотим просто связываться. И вот и священник, и левит похожи на людей, которые эмоционально просто не хотели связываться с этой ситуацией. У них были какие-то свои дела. И, возможно, эти дела были важны, и в притче ничего об этом не сказано. Они идут этим путем, они продолжают идти своим путем, туда, куда они шли, просто проходя мимо. Хотя написано, что левит, он подошел и посмотрел на этого человека, но все равно пошел дальше. Это похоже на людей, которые живут в этом мире сегодня. И таких людей мы встречаем и в церкви, которые говорят, что не делай другому того, чего не желаешь себе. Живи сам и дай жить другим. Они живут по этому принципу, но это еще не то, что Христос хотел бы от наших жизней. Это только путь к изменению. Следующий человек, которого мы встречаем в этой притче, это самарянин. Удивительно, что это человек, с которым не сообщались иудеи, но, в принципе, это люди, которые хотели знать Бога. Они жили по определенным заповедям, они чтили Тору в это время, они читали закон Божий, и они должны были поступать так, как написано в законе Божьем. И про этого человека написано, что он остановился, и он перевязал раны этому избитому человеку, на которого напали разбойники. Он возлил елей на раны его. И знаете, этот человек поступил, как написано в Слове Божьем, по закону царскому. В послании Иакова, апостола Иакова во второй главе, восьмым стихом написано, «Если вы исполняете закон царский, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя хорошо делаете». Этот человек поступил по царскому закону. Он не просто эмоционально отстранился от этого человека, он наоборот пытался сделать человеку то, чего хотел бы, чтобы было сделано ему. Мы в Евангелии от Матфея, в седьмой главе, двенадцатым стихом читаем слова Христа, те самые принципы отношений христианина, которые Христос провозглашает в Нагорной проповеди. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Христос провозглашает этот принцип. Это очень важный принцип для нас. Но знаете, в жизни вот этого самарянина мы видим не просто тот принцип, закон царский, который провозглашает Христов, о котором говорит апостол Яков, мы видим что-то большее, когда он оставил его в гостинице, и ему нужно было уехать. Он говорит хозяину гостиницы, позаботься об этом человеке. Это что-то большее. Это как раз тот уровень духовной жизни, когда ты начинаешь восполнять жизни другого человека. Не просто потому, что ты так себе хочешь, но ты идешь на определенные жертвы. Он говорит хозяину гостиницы, вот финансы, позаботься об этом человеке, но если издержишь что-то больше, когда я вернусь, я возмещу все тебе. На сегодня это похоже, как если бы ты, помогая кому-то, оставил этого человека в гостинице, и уезжая оставил свою банковскую карту, и сказал, вот на этой карте такой пин-код, берите сколько нужно, чтобы позаботиться об этом человеке. Так, наверное, редко кто поступит, если сказать, что вообще никто. Но этот человек подобным образом поступил. И знаете, удивительно, человек, который не принадлежал, казалось бы, иудейскому сообществу, а был самарянином, с которыми не сообщались, он поступает, как Сын Божий. Он подражает Богу, он живет по закону Христову. И знаете, в Слове Божьем написано о том, чтобы и мы подражали Богу. В послании Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих написано, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас». Еще несколько мест Писаний, которые говорят о том, чтобы мы должны быть такие, как наш Отец Небесный. В книге Левит, 11 глава, 44 стих, написано, «Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят», говорит Господь. И нам нужно понять, что мы должны отделить себя от этого мира, от принципов этого мира, чтобы быть подобны Богу, потому что Он сотворил нас, Он подарил нам спасение, чтобы мы совершали добрые дела, как мы и читали в самом начале. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 48 стихом, написано, «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный, и мы подобным образом должны поступать, исполняя закон Христов». А в Евангелии от Луки, 6 глава, 36 стих, написано, «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Мы должны принять решение отделить свою жизнь для того, чтобы совершать добрые дела в Иисусе Христе. Мы должны поступать по закону Божьему, как поступает и Бог, по своим же правилам, по своим законам. Это есть в его характере, и мы такими должны быть. Мы должны проявлять милосердие людям, которые нас окружают. Это духовный уровень, это закон Христов. К сожалению, люди сегодня живут по плотским своим похотям. И когда человек приходит к Богу, начинается его отношение с Ним, он еще поступает по своим желаниям, он что-то хочет для себя. Но Дух Божий помогает нам изменяться, и сначала мы становимся такими людьми, которые говорят о том, что я никому ничего плохого делать не буду, и хочу, чтобы в моей жизни так же было. Потом мы начинаем делать людям больше, как мы хотели бы, чтобы с нами поступали. Но Отец, Отец Небесный, хочет, чтобы мы жили на духовном уровне, чтобы мы, как и Христос, могли идти на определенные жертвы, как и Христос пошел. Чтобы мы любили ближнего не просто как самого себя, но могли и отдавать свою жизнь, часть своей жизни, как и Христос отдал себя за нас. В этом есть Божья любовь, которая является нам. В этом есть закон Христов, который и является для нас. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 24 стихом говорит, «Никто не ищет своего, но каждый пользует другого». В этом есть закон Христов. Знаете, Бог для нас является тем самым абсолютным стандартом добра. Он показывает, как нам поступать. И Его любовь, явленная для нас во Христе, есть тот самый эталон наших поступков. Я не знаю, в каком состоянии сегодня находишься ты. Может быть, ты еще продолжаешь поступать по своим желаниям, по своим похотям, как говорит Слово Божие. Тебе пора идти дальше. Может быть, ты сегодня не делаешь никому ничего плохого и сам остаешься на этом душевном уровне. И, знаешь, нам стоит последовать дальше. Может быть, сегодня ты уже исполняешь закон царский, тот золотое правило на горной проповеди, которое провозгласил Христос любить ближнего своего, как самого себя. И тебе я хочу сегодня сказать, нам пора идти дальше. Пора идти на духовный уровень. Пора стать духовными людьми, которые иногда будут жертвовать своим ради того, чтобы прославлялось имя Божие, ради того, чтобы распространялось Царство Небесное. Давай вместе со мной помолимся этой молитвой о том, чтобы Господь Духом Своим Святым изменял нас. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Дух Твой, Он сегодня наполняет сердца тех, кто приходит к Тебе и жаждет Твоих изменений. Я молюсь о том, чтобы Твое Слово, Твоя Истина, Твой Дух изменяли каждого. И мы шли дальше, Господь. Мы шли от человека плотского к душевному и более к духовному, чтобы мы могли исполнять закон Христов и были детьми Твоими возлюбленными, подражая Тебе, прославляя имя Твое жизнями своими, воздавая Тебе, Господь, хвалу, честь, которой Ты достоин. Благослови нас, Отец, наполни наши жизни, и пусть Твое имя прославится через нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, это Слово, над которым нам нужно размышлять. Это Слово, которое ведет нас в отношения с Богом. Наши отношения с людьми будут меняться только тогда, когда меняются наши отношения с Богом. Чем больше мы просто познаем Его истину, чем больше мы углубляемся в Слово Его, тем больше мы прославляем имя Божье своими жизнями и своими отношениями. Мы не просто будем поступать по нашим желаниям. Мы не просто будем отстраняться от других людей. Мы не просто будем эмоционально стараться делать другим людям хорошо, потому что хотим, чтобы было хорошо нам. Мы будем идти духовным уровнем, чтобы прославлять имя Божье. Аминь. Аминь.